друзья в эфире снова программа битрикс24 спрашивает я ее ведущий юрий николаев директор по продажам компании один из битрикс сегодня в нашей студии снова филипп гузенюк представлять которого мне наверное уже не нужно я предполагаю что вы смотрели наше предыдущее видео где я много рассказывал о филиппе филипп приветствую место и сегодня к нам в гости приехал молодой предприниматель из чарабинска канат байбачинов который возглавляет компанию саппро канат рад приветствовать компания саппро является крупнейшим системным интегратором на урале я канад байбачинов являюсь основателем компании нас несколько собственников мы ведем этот бизнес уже в течение года до этого мы три года занимались автоматизации и работали в других компаниях системных интеграторов а мы специализируемся на описание сложных бизнес-процессов клиента и решаем любые задачи то есть мы не занимаемся внедрением сервис систем мы решаем точечно задачи клиента помогая каждому бизнесу заработать больше денег наши клиенты это те компании которые стремятся инвестировать деньги в развитие стремятся заработать больше то есть мы работаем не со всеми клиентами те клиенты которые нас не устраивают по ряду причин мы с ними в принципе не работаем наши планы на ближайший год это филиализация и масштабирование мы планируем филиализироваться различных городах российской федерации и также в городах на соседних республик мы работаем с различными компаниями в рамках снг также у нас есть не на несколько контактов заключенных компаниями находится с северной америки а через пять лет мы планируем стать крупным системным индикатором в снг соответственно будем работать только в больших чеках то есть это от полумиллиона рублей и с крупными производственными предприятиями мы сегодня поговорим про корпоративное здоровье и сам термин корпоративное здоровье он довольно любопытный бывает что на работе выгорают руководители или собственники бизнеса а бывает что выгорают сотрудники давайте поговорим о том кто выгорает в вашей компании бывает ли такое в нашей компании мы работаем небольшими командами по три человека в две связки существует вот и соответственно мы уже целый год занимаемся тем что активно боремся за клиентов боремся за продажи боремся за деньги так как рынок партнеров битрикс довольно-таки обширный как скажем так сохранить эффективность работы команды в условиях удаленки как бы праздник и так далее хороший вопрос супер да можно я поспрашиваю еще глубже ответить а что вы уже делаете вот из того что как устроена ваш удаленное управление да но мы созвонимся два раза в неделю вот и проводим такой небольшой 15-минутный брифинг ну ты спрашиваешь как дела да и сделаем то-то-то так далее и дальше мы ставим задачи вот и соответственно них решают они они внутри своих команд созваниваются по каждому проекту руководители команд и там часть с клиентами с ними коммуникации вот я в компании зима позиции руководителя продаж и больше на продажах вот мой партнер нуран салаватов он больше занимается все таки управлением проектным проектный менеджмент вот так же нам поздравляем рождение такие небольшие skype нерождение проходит когда у сотрудников нерождение в компании ну в общем как то так вот взаимодействуем можно я здесь спрошу канат но ведь день рождения это такой ну не регулярный праздник да он заваля сейчас на а вот к этой периодичности два раза в неделю по 15 минут как вы пришли это мало это много просто интересно понида но мы работаем разных часовых поясах и соответственно начинаем свой день по москве и наши клиенты они начинают в день раньше мне как и клиенты соответственно проводить планерки по часу это долго как мы посчитали и нецелесобраться используем нашего времени вот как собственников там как руководителей команд и так далее и средства мы сократили до 15 минут то есть встретились обсудили задали вопросы как дела какие-то может проблемы есть по проектам да и двигаемся дальше дальше уже ведет просто работа по задачам вот мы работаем по системе канбан вот то есть у нас скажем так по маргуланусе симбарио если вы знаете могу вас ибо я да там него есть задачи на сегодня мяч на моей стороне мяч на мастере сделано в таком формате в общем то происходит работа задачами не больше двух задач в один период если сотрудники не всегда конечно но в большинстве случаев эффективно вовремя выполнять эти задачи супер еще буквально один вопрос здесь как вы сами понимаете в чем причина почему выгорают почему устали может вы пару слов говорить что мы с партнером тоже устали почему мы наверное но мы устали на потому что мы работы много как собственники бизнеса вот и ну там редко позволяем себе отдыхать и вот мы держали себя скажем так до полгода год и скорее всего это просто накопилось без отпуска вот и мы наверное из этого выграем сотрудники также вот потому что мы говорим вы можете взять отпуск если вам это нужно и вот те сотрудники работа сами основания компании не отпуск не берут потому что как бы им интересно и замотивирован там финансово работать и так далее если можно я буду на вашу отвечать но не в прямую вот как бы ответ вот делай так а скорее несколько историй расскажу которая может быть в эту сторону как намек что можно сделать а вы скажете что этих историях слышите нормально бы хорошо давайте вот мы делали такой форум в сингапуре взроса ноу гуру форум форум без гуру и мы общались с ребятами из сингапурского гугла компании google и мы спрашиваем руководителя в чем твоя роль руководителя поэтому моя роль как как менеджера это выгонять людей с работы я говорю подожди как это так почему поэтому нас ребята все в гугле они ну они крутые они вот как бы да они вкладываются пашут и дальше горит нас очень большая конкуренция ну вот с майкрософтом с apple просто вот так вот там да они выкатывают какую-то фичу первыми зарабатывают миллионы мы не зарабатываем поэтому это очень жесткая среда и когда у тебя постоянно есть прессинг чтобы ты должен там эти продажи забрать там да или вот какую-то сделать эту историю ты сам если ты мотивирован ты будешь ну вкладываться по полной в таплюсь по полной но говорит в чем прикол что если ты в тапливаешь по полной месяц два три то даже если тебе работа была интересна она для тебя превращается просто в работу а мы знаем что у нас все прорывные идеи все нетривиальные все красивые вещи они рождаются в режиме вот такого творчества спонтанного которое происходит когда человеку его работа все еще интересна и свежа поэтому меня главная роль до в том чтобы людей а обеспечивать им куда вот качественный спокойный свободный отдых и то что я понимаю там в другом кейсе что это невозможно сделать с ними если не делаешь того сам компания как рыба до гниет с головы и растет с головы если я если я сам не в балансе если я сам не отдыхаю если я сам у меня нос не холодный хвост не пушистый пистолетом дату я не могу помочь в этом людям вот имеет смысл что я говорю отчасти согласен но тут как бы возникает вилка и или боязнь и все дело в том что мы же взяли обязательно себя ну по отношению к клиентам и вот если мы отпустим эти обязательства то есть у меня боль скажем так что мы не успеем сроки да да тут могу тоже прокомментировать эту историю что ну вот тоже в вашей речи слышу тогда мы там завоевываем продажи вот такие да а такие слова вот но жесткие бизнесовые четкие вот энергия такая есть да вот хорошие то есть обязательства мы там фигачим пашем вот и это очень-очень здоровая штука да ну прямо это без этого бизнес невозможно построить и как бы продаж это агрессивная история ты должен как бы это сделать но это как вдох и выдох может мы все сделаем сам эксперимент можно попробовать нужно будет вдохнуть и не выдохать пока не скажу пока не выдыхаем и вот пока что как бы да уже наступает когда вот вдох был свежим а сейчас как бы держать сложнее и сложнее вот можно выдохнуть да когда ты вдыхаешь те хорошо будет полная да когда ты держишь секунд 20 30 40 у тебя начинается напряжение вот энергия прорыва драйва достижения давайте сделаем обезы обезы сроки это как вдох до энергия расслабления энергия а давайте просто пообщаемся до энергия давайте отдохнем это как выдох и чтобы был здоровый это конечно нужно здоровье сделать чтобы был здоровый ритм в компании нужно уметь и вдыхать то есть напрягаться фокусироваться ставить цели задачи исполнять их нужно уметь вдыхать я пока слышу много где ваша компания вдыхает но не выдыхает но вот из серии выдыхай бобер да как мы выдыхаем причем если мы как собственно если где в компании простроенные ритуалы где традиции где процессы выдоха как они настроены то есть интересно я могу поводить в эту сторону как это организуется компания чтобы это это было не знаю адекватно ты нет нет это интересно но мы пока вот не разработали историю с выдох у нас есть как бы понятная история с вдохом вот и мы понимаем что надо делать но вот с выдохом мы боимся что вот мы сейчас начнем выдыхать все развалит ключевое слово здесь боимся как мне кажется она же из парадигмы психологии то есть это не объективно это субъективная субъективная потому что мы как собственник и формулируем эту реальность вот мы уже привыкли по традиции используем интегральный подход при разборе кейсов о чем мы говорим на что есть три слоя ситуации слой я то есть моя психология чего я боюсь и во что я верю этот слой решения есть слой мы это взаимоотношение с командой это как мы взаимодействуем как настроен взаимоотношения и слой система где одну выстроенная система бизнеса и в том что можно на ты нормально будет да конечно и в том что ты говоришь я много слышу про систему да про упереться сделать продавод отстроить правот канбан разные истории там да я я очень мало слышу про контакт про отношения про тепло про рука на пульсе да вот мы сократили плодерки до 15 до что было неэффективно до снова в систему отсылка вот компании почему выгорают потому что они не дают внимание человеческому до постепенно превращаясь в функцию я себя на на место отжимаю вот в третьем слое там можно все настроено да но я не даю внимание первому второму внимание я себе и внимание а мы отношениям поэтому кто куда бы я смотрел я бы смотрел бы в такие вот крутые чемпионские там бегуны на длинную дистанцию он не может только вдыхать он работает с ритмом дыхания да ты достигаешь сверх результата когда ты можешь и очень качественно вдыхать и очень качественно выдыхать вот книга которую я прямо вот рекомендовал здесь так коллеги всем кто вот сталкивается такой ситуации называется жизнь на полной мощности это хорошая книга вот это я читал да это про корпоративных воинов она подойдет в этот образ если у вас такая компания мужская и драйвовая и там очень четко мы все умираем от неосознанной стратегии марафонца когда у нас большие задачи мы понимаем что марафон длинный да мы как бы выбираем такой как бы средний темп в которой бежим что не можешь как 100 метров побежать на марафон даете длинная дистанция а он говорит что очень важно иметь стратегию спринтера я сейчас просто в трех шагах расскажу в чем она состоит как бегает спринтер у него короткие цели он ставит цели на спринт он всегда видит как видит финна финишную линию дальше когда он бежит это второй шаг стопроцентный фокус это прямо ты ты жестко ты только бежишь ты фокусируешь только на этом ничего больше не отвлекает вот сто раз нет и внимание туда и когда он добегает он делает стоп и отдых он сбрасывает когда он потрясает тело как бы он полностью отдыхает если спринты бегал тут и как бы ты будешь напрягаться ты на пятом просто упадешь ну да поэтому по сути вот вашу доблесть и ваше стремление к целям ее нужно еще усилить но сделать короткие спринты после которых есть санкционированный классный отдых яркий да когда уголь мы выдыхаем и праздную мы молодцы кайфово драйв команде вот вот на примерах а прям это кейс прям дам вот в одной компании тоже много удаленной работы там что сделали там раз в две недели есть двухчасовая встреча этот т.о. команды когда мы на встрече обсуждаем не бизнес а именно как мы работаем как мы живем какие отношения какие у кого сложности вот такая история кое встреча про отношения и про то как нам комфортно или комфортно работать другой компании компания найти может быть знаете у них распределенный бизнес больше 100 человек они работают по всей россии у них тоже была проблема то что у них программисты выгорали и уходили что они сделали они ввели должность карименов а слова кирмен а человек забота а ничего сказали что у нас руководители прямые они больше про бизнес про цели про задача но программисты и них нет времени как бы сопли вытирать нет времени общаться про то как у тебя дела поэтому они взяли в компании сделали волонтеров люди которым интересно которые договорились что будут как бы прозванивать сотрудников и разговаривать с ними про то чуть и мешает чем в компании там где сложно чем бы ты хотел еще да вот как у тебя вообще сейчас настроение состоянием такие люди как бы вот такие хозяйки офиса да такая вирту виртуальные общения про заботу это горит что эти эти люди которые так стали прозванивать они радикально снизили процент этих вот как бы до увольнений потому что на раннем этапе они чувствуют что человеку тяжело тому что не хватает он как бы да он какой-то считает какой-то процесс тупым и неэффективным да вот на ранних этапах стали это отлавливать поэтому второй вариант вот такая история есть есть истории связанные с допустим в компании сплат а если знаете да и такая такая известная компания у них есть синхронные кофе-брейки я вот сейчас тоже тоже говорили на что вас такая же похожая история когда просто есть вот в дне есть время там у них 12 часов это делается когда вот все сотрудники понимают что 12 часов дня есть 15-20 минут к вам просто вот все выходят в комнату там да в общее пространство и могут просто почти ни о чем просто вот поговорить вот такой да смол ток вот сейчас это делается в зумах просто зум комнаты где можно пообщаться вот нам да с коллегами за жизнь или в битрик 24 например да вот в этой истории вот и когда есть такое неформальное просто общение это очень людей опять-таки сближает и ты не просто думаешь почему он ушел я не знаю почему а ты его чувствуешь это это хороший инструмент и да канат мне кажется мы довольно хорошо поговорили о том как помочь сотрудникам но по моему еще остался открытым вопрос как помочь вам как собственником то есть наверняка есть вопросы связанные не только с выгоранием мы пытаемся достигать цели там строится топ-партнерами и так далее воюем с конкурентами вот твоим внутри компании потому что или разные мнения вот и соответственно перейти от достигательства к стратегическому планированию тоже такой очень важный очень актуальный вопрос вот у меня тут большой опыт 50 сессий в год я провожу знаете я такую про почти там простую и смешную штуку скажу для меня формула стратегии есть какая стратегия это не цель это диета сейчас я думаю что вот как нам да начать планировать в долгу думать о глобальной как бы да какие-то статистические цели масштабные вот так воспринимают да я говорю ребята нет это не об этом это о том как нам научиться регулярно организовать у себя процесс регулярного спокойного думания о большом для маленькой компании формула стратегии такая сегодня завтра послезавтра чердак и подвал скажу что это такое то есть табличка три графы сегодня это идеи цели и планы на горизонт до месяца вот в этом месяце какой у нас фокус 35 целей задач которые там понятно завтра это квартал на квартал какие у нас основные есть важные темы ориентиры куда мы целимся и и послезавтра это полгода год вот примерно какие приходят большие мысли вот хорошо бы сделать вот эту историю да дальше есть какой-то vision там через три-пять где мы хотим быть там да у вас эти планы у всех говорите они у вас есть дальние да и дальше что происходит почему чердак и подвал чердак это чё понятно ну вот уже понятно точно что полю по любасу что называется да в этом месяце нужно вот такие вещи большие крупные камни сделать и понятно что в этом парале мы будем там вот эти вещи делать да вот что ясно в условиях неопределенности ты записываешь туда дальше прикол в том что неопределенность же и на самом деле ясно мало что но вот то что не ясно или развилка или какое-то количество выборов она нигде не фиксируется и она начинает отжирать внимание вроде говорим вот бла-бла-бла к чему пришли непонятно вот в подвале фиксируется а что нам не ясно да какие у нас есть выборы развилки да где мы вот думаем но это не факт что и когда у тебя ты вываливаешь в эту карту вот то что нам понятно и то что непонятно но структурировано вот по этой тупой очень простой схеме у тебя возникает динамическая ясность да ты видишь мне сейчас понятно вот это а мне непонятно пока вот такие языки здесь и что важно еще ритм я встретился сегодня я не знаю когда сейчас свечу что возникает беспокойство что но мы не порешали как бы дать ситуацию и она начинает нас как бы да вот начинает энергию забирать и мы выгораем от этого а вот тут я позволю себе уточнить канат для понимания некоторое время назад примерно два с половиной года филипп проводил стратегическую сессию для партнеров битрикс24 по-моему ваша компания еще не начинала тогда свою работу и конечно же филиппу тоже задавали вопрос он давал практические инструменты как проводить стратегические сессии и как ты думаешь какой был самый часто встречающийся вопрос как часто то есть их нужно делать раз в год или раз в полгода или какой-то другой периодичностью все очень индивидуально до пандемии я бы сказал раз в квартал нормально а потому что ну просто не накапливалось событий было незачем месить сейчас я вижу такую степень волатильности рынков что я реально вижу компании которые собираются раз в неделю и они вот лишь это не такая не мы собрались на страцессию там до топовые команды все вместе поместить нет это там два три ключевых человек которые собираются вот это обсуждают и у них может быть там раз в месяц появляется расширенная группа где они как бы вместе обсуждают те же вопросы но в большом контексте вот сейчас я много вижу в практике вот такого мы испробуем очень много различных гипотез вот и получается что мы приходим планируем какой-то гипотез начинаем делать на не работает вот и много 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 потому что пусть у нас 22 собственника и мы по-разному планируем то есть каждый за свою точку отвечает ответственности зон ответственно скажем так и вот мы тестируем 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 да но потом мы не успеваем еще фиксировать результаты у нас проблема в этом мы что-то делаем не работает матрики типа дальше дальше вот нужно ли фиксировать результаты анализировать их потому что мы просто не успеваем но в потоке там плюс операционная деятельность да и так далее ответ и да и нет потому что с одной стороны ну конечно итоги платье важно другой стороны если будешь вот дисциплинированно сядешь и будешь делать ретроспективу как вода по всем правилам ты ну те работы будет некуда поэтому я еще раз я за неформальные процессы спасибо филипп давайте перейдем к острому вопросу в программе битрикс24 спрашивает мы не только даем возможность гостю задать вопрос эксперту но и даем возможность гостю самостоятельно ответить на острый вопрос а давай вот такой бизнес кейс обсудим у интеграторов битрикс24 он не часто встречается потому что работа есть почти всегда а для других отраслей в общем-то типичная ситуация особенно во время кризиса то есть вот представь у тебя есть компания настал кризис заказов стало меньше свободных оборотных средств практически не осталось вы собрались собственниками и приходит четкое понимание нужно либо увольнять минимум четверть команды вот 25 процентов людей которые у вас есть либо зарплату всей компании снижать на 25 процентов чтобы всех сохранить горизонт ну давай например до конца года так может быть может быть со следующего года удастся все вернуть обратно но вот в этом году уже точно нужно принимать радикальное действие как бы ты поступил и как бы ты доносил до людей принято информацию о принятом решении очень хороший вопрос уволить всех не всех и часть часть либо платить им меньше денег ну я думал с этим вопросом потому что у нас такая ситуация была потому что я как партнер битрикс24 как системный интегратор у меня есть еще несколько бизнесов которые не связаны сайте принципе классический бизнес вот и там такие истории происходят постоянно постоянно думаешь так уволить их или заплатить не чуть меньше вот на самом деле я считаю что необходимо увольнять сотрудников объясню почему да потому что если есть такая казахская поговорка да может не только за скайс лошадь сдохла даст есть единого лошадь не бы мы видим что некоторые ниши просто умирают ну и например привести допустим тот же самый рынок сайтов да вот потому что пришли конструкторы рынок сайтов упал вообще вот некоторые тащит до конца инвестирует свои деньги пытается сохранить верят в лучшее да но есть статистика и я к сравнению к того чтобы при бизнесом только на основании если мы видим постоянное уменьшение доходов компании ну то понятное дело нужно сократить но сокращается фото самая большая нагрузка на бизнес это фото вот сократить сотрудников объясните мы да ну понятно что не уволите хоть ребят давайте там живите без выплат зарплат какие-то деньги заплатить людям чтобы они смогли хотя бы найти себе работу там месячный оклад понятно что трехмесячный оклад это совсем очень большая нагрузка для бизнеса вот месячный оклад выплате объяснить и мы вот в нашей компании нанимаем сотрудников который понимает как мы работаем то есть не те люди которые будут уволены и потом начнут негативить да по поводу компании а те люди которые останутся в компании как бы будут преданы в ней но они понимают что сейчас такой такой рынок сложился потому что рынок безработицы вот мы я живу в челябинске город заводов да и заводы сокращают понимать заводы если заводы сокращает это сигнал для всех отраслей что в экономике происходит очень плохие процессы и если мы даем такую возможность до уйти найти другую работу порекомендовать даже какую-то другую работу то это хорошо потому что надо сокращать фон это первая вообще основная такая ну моя гипотеза по поводу оптимизации бизнеса сокращение расходов на запад сотрудник спасибо за ответ и мы всегда даем возможность эксперту прокомментировать ответ гостя возможно также дать какие-то рекомендации я согласен с тем что здесь история не про общие какие-то концепции теория про здравый смысл и когда у тебя ситуация ниша сокращается как бы дайте нужно ну расставаться людьми это может быть так бывает что тебя до обратной кейс ты понимаешь что есть какое-то падение рынка сейчас будет отскок ты это видишь тебя даже команду сохранить тогда работают истории связанные с тем чтобы договариваться и людей сохранять третий кейс когда в принципе камну компания очень такая в ценностях живет да и чек это ценность и тогда как бы мы говорим вот если поколензу сначала кто потом что у меня есть ценные люди которых я верю может быть даже бизнес сейчас я не вижу но я говорю так ребята давайте у меня такой кейс в прошлом и 8 года когда собственник вызвал командовать ребята ну вот я не знаю что дальше делать у меня денег на три месяца есть вот я не знаю что не факт что у нас что-то сможем еще найти другую нишу тем кто останется я готов там да вот зарплату ну там немножко снизить но у нас вот мы прокормимся вместе нам нужно будет вместе найти куда мы дальше пойдем он пошел наоборот от того чтобы команда ему нашла как бы да люди такой подход но он прямо в открытую к ним вышло говорить вот так люди такой подход восприняли и вы что было куча прям идеи они там за там месяц перестроились так что они не могли это сделать там раньше за год такая была мотивация помочь компании я знаю такие кейсы на рынке поэтому это очень но индивидуальная история я с подходом в такой ситуации согласен спасибо филипп по моему очень хорошо поговорили сегодня о корпоративном здоровье о том как бороться с выгоранием и у меня есть последний вопрос канату она скажи пожалуйста вот уезжая после этой беседы есть ли какие-то практические шаги которые ты предпримешь чтобы корпоративное здоровье в твоей компании она стала ну как минимум лучше чтобы люди перестали выгорать да ну резюмируем но во первых начнем с головы на как филипп то есть мы возобновим скажем так традицию планирование и будем скажем так ну двигаться по вот этой системе да когда мы планируем на месяц на квартал на год и будем понимать что мы можем сделать что не можем что непонятно потому что вот мы тестировали когда гипотезы по приучению видов вот в условиях онлайн много чего протестировать на самом деле и некоторые вещи просто не сделали потому что боялись вот далее соответственно надо ввести историю с встречами сотрудников да как вы сказали это неформальное общение потому что я заметил вот я за проанализировал сейчас наша работа у нас мало неформального общения то есть мы в основном как бы работаем по системе друзья есть работа работайте работу да вот там как дела у вас все хорошо двигаемся дальше но надо как бы больше зум встреч как это допустим делают некоторые компании вот тоже пример вспомнил мои партнеры одна хорошая компания кто отец предоставляет они с партнерами встречаются и мы там в покере играем в контр-стракт вот поэтому соответственно можно использовать и такую историю сотрудниками просто я вот только что подумал как-то выпал выпало из головы да поэтому но больше внимания к человеку как вы сказали больше внимания человеку понимание что все строится на сотрудника по сути спасибо большое канат и филипп наверняка за время своей работы ты сталкивался с разными кейсами у компании которые ну только начинали да вот канат поделился 11 месяцев их бизнесу как партнеру битрикс24 что порекомендуешь вот на чем сфокусироваться на этом этапе мне кажется прям не быть большое уважение к тому как вы работаете ну вот к тому что есть такой фокус на бизнесе эпоха такое хорошее желание достичь целей я чувствую что есть опыт в эти что другие бизнесы есть да вот в этом смысле такое уважение к опыту и мне кажется ну там канат делает очень грамотно выводы что если к этому добавить еще и фокус на человеке и на отношениях это может построить компанию там сильной культурой которая будет и здоровая и не выгоревшая и при этом успешно отличный ответ хорошая рекомендация большое спасибо друзья с вами была программа битрикс24 спрашивает увидимся в следующий вторник а